Анастасия Логвинова Реставрационного центра имени академика Грабаря Она мечтала быть хирургом Белый халат, иголка в руке, спасение жизни Сбылось все Только сейчас Мария Анохина воскрешает шедевры искусства из ткани По краю средника мы видим, что имеются обширные разрывы Сквозные утраты и посеченность ткани Газовыми нитями в технике реставрационная сетка Мария укрепляет Уникальное произведение искусства середины 17 века Шитую икону Рождество Богородицы Мария окончила Суздальское реставрационное училище В мастерской реставрации тканей центра Грабаря работает уже 8 лет Признается, что прикасаться к вещам такого уровня большая честь Чтобы, например, подобрать дублировку правильную по тону То есть мы подбираем оттенки Мы красим ткани И тоже с учетом правильного подбора художественного взгляда Чтобы это подходило по тону и эстетически смотрелось в целом То есть работа с цветом тут идет тоже Каждый реставратор художник, но простора для творчества у него немного Каждое действие мастера перед началом работы утверждает комиссия на Большом совете Главная задача – укрепить вещь, чтобы уберечь от разрушения То есть мы не вмешиваемся Мы можем дополнить, где-то восполнить Но не привносить уже свое То есть именно сохранить авторство Средник, центральная часть иконы выполнены из атласа Ликие руки вышиты шелковыми нитями Фрагменты одеяния нитями золотными и серебряными Такую шитую икону называли пелена Ее подвешивали в храме под особо чтимые образы в знак особого почитания Этот шедевр был создан мастерами ведущей школы лицевого шитья 17 века Строгановской Специально для Благовещенского собора города Сальвычегодск По словам мастера, укрепление пелены займет около двух месяцев Наше знакомство с реставраторами продолжится уже завтра Мы отправимся в Армению и узнаем, как там сохраняют древние рукописи С вами была Анастасия Логвинова и программа «Культурный обмен» Путешествовать по творческим пространствам вместе с нами интереснее Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok